хорошие мои всем большой привет добро пожаловать на мой канал я очень рада что вы открыли это видео сегодня я поделюсь с вами классными бюджетными находками и разумеется все мы с вами очень любим люкс красивые баночки качественную упаковку невероятно качественную парфюмированную одушку но согласитесь не менее приятно находить классные продукты в масс-маркете именно поэтому для вашего удобства я создала целый плейлист из своих видео про бюджетные аналоги про классные бюджетные продукты так что после просмотра этого видео вы сможете заглянуть в этот плейлист и возможно найти для себя парочку интересных бюджетных продуктов ну а теперь давайте начнем итак я начну наверное самого бюджетного продукта из всех средств которые я буду вам сегодня показывать это сияющий гель диска от estrade вообще бренд estrade достаточно недавно появилась и на рынке но уже успел завоевать любовь многих потому что estrade это бюджетная марка но качество средств заставляет к ней возвращаться снова и снова поэтому ради интереса я решила попробовать этот гель но я его использую именно как тинт на глаза хотя это средство многофункциональное вы можете его использовать и как хайлайтер наносить под бровь наносить как тинт на глаза подложку по тени можете использовать даже в качестве помады если вы любите какие-то необычные металлические оттенки у меня два геля в оттенках 81 и 86 всего в линейке их по моему 6 штучек мне безумно понравилось их качество конечно они не будут держаться как самостоятельное средство весь день его обязательно нужно будет закреплять сверху сухими тенями но во первых это служит классной подложка под ваши тени они будут ярче будет лучше передаваться цвет тени будут держаться дольше оттенок 81 это такой нежно-розоватый оттенок который прекрасно подойдет также в качестве хайлайтера и его можно смешать с вашим тональным средством и аккуратненько нанести на скулы второй оттенок 86 это уже такая классическая бронза очень классно у них передача цвета так что свет и обратить ваше внимание на эти гели я их использую в повседневном макияже именно в качестве тинта для глаз обязательно как я уже говорила их закреплять потому что они могут скатываться и следующее средство это тоже бюджетные кремовые тени для глаз от catrice очень мне напоминают кремовые тени от мэйбелин я всегда при нанесении каких-то жидких теней для глаз используем на пальчики мне кажется они так еще ярче переносятся кисточка все-таки немножко съедает продукт эти кремовые тени имеют золотой оттенок очень красиво смотрятся на глазах и вообще для меня это средство стало открытием потому что у catrice я не обращала внимание на тени я очень люблю консилер у catrice тушь очень мне понравилось это средство особенно его привлекательная цена и также как держится эти тени если их закреплять например тенями сухими или даже хайлайтером иногда я смешиваю эти тени и хайлайтер и наношу на подвижное веко получается эффект такого свечения что тоже рекомендую присмотреться к этому продукту мне кажется ни одно видео про бюджетные находки не обходится без помад или карандушей для губ это еще средство которое хотела бы вам показать это помада для губ от бренда rimel в коллаборации с кейт мос у меня уже была помада от rimel в оттенке airy fairy такой нежно припылено-розовый оттенок но она у меня уже закончилась покупала я ее где-то так года два назад это как раз новая линейка я выбрала оттенок 08 на мой взгляд это такой темный ньют тоже припыленная роза но уже более темный насыщенный оттенок фантастическая передача цвета эта помада сейчас у меня на губах и девчонки она настолько комфортно ощущается на губах это наверное одна из всех бюджетных помад за которую действительно ну не как сказать не стыдно потому что некоторые помады имеют какой-то неприятный запах либо у них немножко некрасивая упаковка либо эти помады нестойкие я тут попробовала хотела тоже вам показать бюджетных находках помаду от divash попробовала в магазине все было здорово я пришла домой и буквально ветер подул и знаете у меня вот так вот помада где-то вот здесь вот отпечаталась и это заметила когда пришла домой поэтому не все бюджетные помады хорошие не все бюджетные помады стойкие и мне кажется эти помады даже можно сравнить с некоторыми помадами подороже сегмента middle маркета потому что я бы не сказала что это помада масс-маркета если вы у нее было более качественного упаковка поэтому качество у нее действительно на высоте и я всегда уверена в этих помадах также из бюджетных карандашиков хотела вас познакомить с карандашами от 17 у них это линейка long stay и waterproof очень похоже на карандаши от mac pro long но mac держится в три раза дольше это все-таки 17 но и стоимость у них соответствующая это очень мягкий кремовый стойкий карандаш который сразу же перекрывает ваш пигмент губ держится эти помады очень-очень долго не смело выдерживают перекус и более того некоторые даже могут пережить и обед в основном я просто поправляю этот карандаш к течение дня потому что контур держится до самого вечера именно этими карандашками можете смело не бояться выходить за контур губ немножко так увеличивать у меня также есть карандаш из этой серии 0 4 оттенки красивый медово-коричневый если вы еще не смотрели мое видео про бюджетной помадой карандашки я обязательно его оставлю где-нибудь вот здесь вот переходите посмотрите это видео я рассказываю там про различные карандаши это вивьен с собой это nix также там есть карандашки от 17 далее я хотела бы вам показать отличную недорогую тушь от немецкого бренда catrice называется на глэм андол маскера и щеточка у этой кисточки просто идентично но чуть-чуть поменьше как у моей любимой лэш сенсейшнл такая же веерообразная щеточка и отличие от лишь сенсейшнл в том что она еще лучше прокрашивает реснички очень здорово разделяет она также не отпечатывается на верхнем и нижнем веке не осыпается в течение дня что очень очень важно легко смывается и я бы даже ее включила вот в свой топ классных бюджетных недорогих тушек для ресниц тоже про который я вам уже рассказывала и я не знаю почему она тоже фиолетовая даже в предыдущем видео те туши у которых были изогнутые веерные щеточки были фиолетового цвета возможно мы чего-то с вами не знаем но тем не менее тоже безумно похоже на ваш сенсейшнл и стоит она в два раза дешевле но при этом она ничуть не хуже из бюджетных средств для бровей моей находкой стал вот такой вот наборчик от golden rose в нем два оттенка теней светлый и темный и также вот для брови я чаще всего пользуюсь именно вот этим серо-коричневым оттенком и детей не очень круто держится до самого вечера очень хорошо наносится на кисточку заполняют бровки я также вам оставлю видео в котором я использовала эту палетку от golden rose я думаю многие из вас пробовали помады карандашки я про них тоже рассказывала своих предыдущих видео так вот еще одно средство на которое можно обратить ваше внимание от бренда golden rose это их тени для бровей наверное самый часто запрашиваемый продукт о котором вы интересуетесь этот бюджетный хайлайтер и девчонки наверное к моему большому сожалению не все бюджетные хайлайтеры действительно такие классные что о них стоит рассказывать все-таки такой продукт как хайлайтера мне кажется чем дороже тем он лучше потому что бюджетные хайлайтеры зачастую очень сильно пылят они например не стойкие либо же когда вы наносите хайлайтер на скулы это выглядит не таким знаете естественным красивым свечением изнутри а это просто большие блестки поэтому очень сложно подобрать и подсказать им какой-то бюджетный хайлайтер у essence есть очень интересная палетка который называется light up your face палетка хайлайтеров которые собраны целых три оттенка один матовый честно не знаю для чего он нужен но остальные 21 с розовым подтоном и второй более золотой то есть вы можете их смешивать как-то комбинировать между собой но они действительно будут очень сильно отличаться от того же мэри луа забал или от любых других хайлайтеров но как бюджетный вариант для того чтобы начать если вам очень хочется хайлайтеры но у вас нет пока на это средств обратите внимание на эти хайлайтеры от essence они мягкие не настолько пигментированный как например какие-то дорогие продукты но имеет очень мягкое красивое свечение вы не переборщить если вы только начинаете краситься и я советую наносить их именно пальчиками потому что когда я наношу их кисточкой все-таки видны вот эти вот большие блестки и от самого свечения практически не остается если да ну и думаю на этом все напишите внизу в комментариях было ли для вас полезно это видео не забывайте заглядывать в плейлист в котором я рассказываю про другие классные бюджетные какие-то свои находки ставьте пальчики вверх если хотите больше подобных видео я всех вас целую обнимаю и увидимся совсем скоро пока-пока а 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 Продолжение следует...